Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я хочу сделать очередное видео на тему пси-террора, ганс-сталкинга, злайзинга и, в принципе, на тему зомбирования, которая ведется в отношении меня уже полтора года. Ну, в очередной раз хочу рассказать более подробно о программе и о самой группе людей, которые участвуют в зомбировании, в травле. Можно также сказать, что это нелегальные эксперименты. Ну, в зависимости, кто этим занимается. Может, это и медицинские государственные нелегальные эксперименты, а может быть, это просто клан преступной секты, либо это уже первые такие знаки начала все-таки войны. Может быть, это просто идет геноцид в отношении людей. Ну, значит, о программе зомбирования, которая происходит. Я хотела бы начать с пробуждения, то есть они контролируют мое пробуждение. Каким образом? В разных странах по-разному. В России они всегда меня будут четко. Именно в России, когда я нахожусь в Москве в 10 часов, всегда в течение месяца-два месяца я там нахожусь, они четко будут каждый день 10 часов. Каким образом? Кашлям с правой стороны, успецкий кашель от соседа с правой стороны, либо с левой стороны. Топаньем. Потом идет сигнал автомобилей. И также идут детские игры, детские смехи, детские крики. Это в России. В других странах чуть иначе. Если я останавливаюсь в гостиницах, это, скорее всего, будет шум пылесосов. До этого в течение года меня будили дрелью. Вне зависимости от гостиницы, квартиры, где бы я ни находилась, там была дрель. Дальше, что рассказать. Далее о программе, да. Значит, травля в Москве. Значит, в силу того, что я все пыталась летать по разным странам, я уже могу точно проанализировать, как работают зомби команды, зомбирующие команды в разных странах. Можно даже сказать, целую оценку им дам. Расскажу, как в Москве зомбируют, как работает команда в Арабских Эмиратах, как команда работает в Америке, как команда работает в России, как команда работает в Азии. Это те страны, которые я посетила за полтора года. И в этих странах протекало зомбирование в отношении меня. Значит, ну, начнем с чего? С Америки. Америка достаточно жестокая. Американцы большое количество, очень большое количество привлечено к этому. Да, это целая армия. То, что я увидела в Америке, это была целая армия, привлеченная к этому. Это целое Майами было, наверное. Значит, американцы – это, как правило, уличный театр, постановочные какие-то сценарии. И колоссально воздействовали на меня звуковым оружием. То есть, когда я находилась в квартире, невозможно было находиться. Там были такие звуки колоссальные. То есть, выходила я на улицу, стоял ребенок пятилетний. Он такой подбегал к маме, или, там, семь лет, и говорил, о, мама, это же, это же, это Света, это Света. И она такая раз, говорит, да-да-да, тихо. Вот, то есть, какие-то, ну, почему, откуда они меня знали, это как бы очень интересно было. Да, я их не знаю, большое количество меня знает людей. Это не особо приятно, и вообще бы нежелательно. Не то, что не говоря о неприятности. Ну, в том контексте, о котором оно, по крайней мере, происходит. И то, как это делается, потому что это делается в контексте травли, газлайтинга, моббинга, издевательства, морального насилия, дискредитации и провокации. То есть, в Америке, значит, жестоко театральное звуковое оружие, то есть, более жестокие сирены и так далее. А в России это применение, если театральщина у них очень, ну, конечно, в Америке очень далеко, это они, кто участвует в театре, это какие-то опустившиеся люди, внешность у них спившаяся, всего того, что русские, да. В основном это хамство, нападки какие-то, просто шоу-быдло. В России я бы это назвала под шоу-быдло самое настоящее. Вот, они в России, конечно, не менее жестокие, чем американцы, они тоже как бы, то есть, включали мне там радиосон, то есть, я не могла встать, я десять дней спала. То есть, вещи делают очень жесточайшие, вплоть мне даже страшно рассказывать, да. То есть, вот Россия и Америка наиболее жестокие оказались, то есть, наиболее жестоко в отношении меня вели программу. В России это травля, то есть, если я нахожусь в квартире, то есть, я находилась некоторое время, потому что я была изолирована, потому что я не понимала, что происходит. Я хотела побыть одной, чтобы разобраться, почитать обо всем и так далее. Значит, ну как в России, нахожусь я в комнате, начинает кто-то топать над потолком, я ухожу в другую комнату. Через минуту он начинает топать в другой комнате, я иду в ванну, он идет, начинает топать ванной надо мной, шумовая такая вот. То есть, они дают мне понять, что, они знают, где я нахожусь, в каком месте. То есть, они дают мне понять этими звуками, что они контролируют меня, то есть, я постоянно нахожусь в напряжении. Помимо этого, то есть, взлом в Москве, несколько раз взламывалась дверь, у меня есть видеоподтверждение взломанной двери, взломанных замком. В квартире, вот я приехала последний раз в Москву, в квартире ломается абсолютно все. То есть, в первый день я прилетела поломанная дверь, она просто не закрывается, я ее ремонтировала. Второй день просыпаюсь, поломался чайник, то есть, кто-то в квартиру ходит, поломался чайник. Третий день просыпаюсь, перегорела проводка. Четвертый день просыпаюсь, что-то с газом. Вот, то есть, вот до таких моментов. То есть, там, значит, Россия употребляет слова якоря, ну, в принципе, как и во всех странах, это везде одинаково. Эти зомби команды употребляют слова якоря. Вот, применяют вот этот пример мелкий вред имуществу, портятся вещи. То есть, каждый день что-то такое мелкое ломается. Ну, и в конечном итоге уже там в течение месяца тоже не мелочь, а выходит такую нормальную сумму, да. То есть, как я привожу пример, если взять маленькую ложку и бить по голове, а день в день с того ничего не будет. Если бить два дня, три, четыре, пять дней, там уже будет последствия у человека, конечно. Если тебя постоянно засовывают в такую ситуацию какие-то провокации и негатив, но еще применяют какие-то облучения. Потому что на теле происходят какие-то вибрации непонятные. Это сложно объяснить, конечно, но бывают такие ощущения, как будто электротоком, то есть, бьет электротоком. Ну, какие-то вибрации я не могу даже это объяснить. Далее, то есть, ну, вот это вот само это психотронное оружие, то есть, и облучение, оно чувствуется. Очень даже хорошо ощущается. Ну, радиосон тоже очень чувствуется, и это я прошла жесточайшая пытка. Дальше, значит, в Азии, в Азии мне стало лучше, кому лучше. Там, конечно, применяли 1 января дрель в 10 утра. Там была дрель постоянно. Разговоры с русскими, я там общалась. Разговоры почему-то разговаривали на тему политики. И, ну, я думаю, в принципе, там неважно было, о чем говорить. Вот, также, куда бы я ни приехала, какую бы я страну ни приехала, мне все говорят happy birthday to you. Ну, то есть, у кого-то сразу день рождения. Приехала я в Гонконг... А, про Гонконг еще расскажу, да. Вот, сразу день рождения. То есть, зашла в кафе, там у них день рождения, в другое кафе день рождения. То есть, каждый день я вижу, кто-то кого-то поздравляет с днем рождения. То есть, вплоть до этого, то есть, у меня уже... Вот в этом году я даже не отмечала свой день рождения. Это, наверное, вот, в принципе, чего они и добиваются, я так понимаю. Потому что, вот, каждый день в течение года, куда бы я ни пришла, у кого-то день рождения. Каждый день я слышу, что у кого-то день рождения. То есть, это просто, понимаете, сценарий один и тот же, да. И вот, в результате я уже сама поймала нам той мысль, когда вот в этом году было мой день рождения, я его просто не отмечала. Потому что каждый день я слышала, кто-то отмечает день рождения. И мне это порядком надоело. Поэтому в этом году я его даже не отмечала. Ну, в принципе, они добились чего хотели, да. Вот этого зомбирования, да. И вот такую вот программу. Далее, что там? Я говорила, значит, про программу в Камбодже. Ну, там мне стало лучше. Я не знаю, благодаря чему, кому, но мне там стало лучше в Камбодже. Но они также массово участвуют в сталкинге. В Азии участвуют. В Гонконге вообще ужас просто. Я приехала в аэропорт. Мне стали просто... Были боли какие-то странные. Ну, в плане именно в аэропорту. Вот как и в Москве. В Гонконге, в Москве в этих аэропортах. То есть, прям как будто, знаете, точно пили по телу. То палец болел. Такая боль просто тянущая. Вот это вот вибрации непонятные. Не знаю, как объяснить. Палец заболел. Ну, бьют поточечно по разным телам. Это болевые такие создаются ощущения. Далее. В Гонконге, то есть, я там заблудилась аэропорту. Аэропорт достаточно большой. Тут уже подбегает девушка. Ой, вы не могли бы оценить оценку аэропорта. Насколько он комфортный. И насколько здесь все понятно. Ну, то есть, такие вещи издевательские. Вот. Также, куда бы я ни приду, начинают бегать рыжие собаки. Либо женщина выходит и прогуливает собачку. Либо какая-то кошка. И в разговоре, в беседе ассоциируют. Частенько говорят про собак. При том, что одноногих. Либо покалеченный собак. И выстраивают ассоциацию в отношении меня. Либо кошек. То есть, то они мне сравнивают с животными. То есть, либо кошка, либо собака. То в наглую передо мной разговаривают о моей жизни. И сравнивают меня с вещью. Бесполезные вещи. То есть, вот такие вещи они тоже употребляют. То есть, я не знаю, как этого человека назвать. Это что вообще за тварь, которая умудряется человека назвать вещью. Ну, вот такие вот есть. И они этим занимаются. Занимаются травлей, убийством, газлайтингом. Вот такие твари есть, которые читают человека вещи. И они получают колоссальное удовольствие от вот этого вот сталкинга. То, что они делают это шоу. Ну, просто это нужно видеть. Их довольные лица. Когда они своим поведением назойливым докучают. Везде преследуют. Устраивают крики, какие-то сирены, сиренады. И они получают колоссальное удовольствие. Это ехидные лица их. Особенно в России очень их. Этих сталкеров очень заметно. Вот. Также у них идет сталкинг. Да, вот с инвалидами постоянно. Это независимость в какой стране. Вот. А также важный момент. В Аратских Эмиратах, Дубае. Сталкинг протекает наиболее мягко. Мягко. Здесь они не устраивают театральщину. Они устраивают театральщину, но очень мягко. Все-таки они здесь боятся. Я заметила такой интересный момент. Если я захожу, ну, на примере ресторана, захожу покушать дорогой ресторан, то шоу абсолютно его нет. Вот это просто, вот это шоу, это нулю. То есть все, сталкинга нет. Единственный момент, когда я кушаю в ресторане, вот в дорогом, там подходит официант. И, а, я только подумала, думаю, тарелочку нужно поменять. Официант тут же подходит, меняет тарелку. Потом я подумала, надо водички выпить, он сразу наливает. Ну, это как бы хорошие плюсы, да. Но, если я зайду покушать в какое-то там общественное фастфудное место, там KFC, допустим, да. Или еще куда-то. То есть это будет опять-таки захожу, начинает у кого-то якобы день рождения и начинает такой жесткий сталкивание. То есть место, где более контингент может там более такой, как бы это выразиться правильно. То есть в более дорогих местах, даже ресторанах, либо еще каких-то местах, сталкинг сравнивается к нулю. Если это общественное место, там, если это брать в отношении еды, если я иду какое-то дешевое место, то есть сталкинг наиболее сильный. Чем дешевле место и люди, которые вот эти вот работники, они больше зверски себя ведут. То есть если я общаюсь с людьми, которые там чего-то добились, имеют какой-то вес в обществе, они применяют сталкинг, но минимальный. То есть они общаются, но минимальный. Основная идет злобная вот эта атака от людей, которые работают на простых работах в магазинах, кафешках, от стаффа, от простых работников. То есть основная агрессия идет от них. Я не знаю, что вы им там сказали. То есть если брать людей более состоятельных, от них от агрессии нет. То есть у них есть, они как бы дают, они газлайтят, они дают понять, что мы там знаем вот это вот, мы знаем о твоей жизни. Там делают этот знак одним глазом, вот так вот. Типа раз, один глаз. Или вот так закрывают глаз, там знаки свои делают. Минимально. Что они могут сделать? Люди обеспеченные больше. Вот. Если это простой стафф и люди, которые с какой-то маленькой зарплатой и общественные места, там же за жесточайший сталкинг люди зарабатывают деньги на людях. Вот. В Арабских Эмиратах здесь, как я говорю, боятся. У них меньше всего идет уличный театр. Меньше всего. Здесь с людьми можно поговорить, но они также подходят, то есть и начинают там сталкивать. И все это в игривой форме. Для них это все весело, замечательно. Так все. Вот этот газлайтинг, когда он подходит, начинает говорить такие триггеры, вещи, какие-то якоря, которые дают понять мне, что он все знает о моей жизни. То есть он ведет себя так, и там с кем бы я ни общалась. То есть, ну понятно, что этот человек в курсе о моей жизни, и их достаточно очень много, этих людей. Вот. Потом в Европе, как проходил террор в Европе, значит, это была дрель в Милане. И там итальянцы просто были такие моменты, когда он просто видел меня. Там куча парней сперва кричали. Потом он начинал бежать через дорогу и бежал с такой скоростью на меня. Прыгал около меня, как и в Москве. Прыгали около меня прямо на меня. Ну, получалось так, что не докасались до меня. Но тем самым создали чувство страха и дискомфорта. То есть эти зомбы-команды занимаются тем, что создают мне искусственные ситуации, провоцируют на негатив. Они постоянно меня вводят в какие-то негативные ситуации. Не дают высыпаться. Искусственный негатив, то есть погружают в очень негативную среду, в которой просто очень сложно держать себе в руках. Вот почему люди в Америке там муж стреляет в жену, либо там как в Вегасе этот мужчина залез на крышу начал стрелять по людям, либо какие-то там ситуации, люди там выходят в окошко. Эта группировка зомби-команд достаточно существует не один год и не два, судя по всей видимости от работности. И то, что я видела, что матерья привлекают к этому делу своих маленьких детей. То есть я иду по Москве, стоит маманя, мамаша, мамашка, так можно сказать. И ребенок такой увидел меня, ну, наверное, лет пять-шесть мальчику была. Увидел меня, посмотрел на маму, поднял одну ножку и давай прыгать демонстративно передо мной. И смотрит на меня лицо, улыбается, смеется. То есть делает указание мамочки. Вот так, то есть в Камбодже было тоже. Девочка-камбоджика подошла и начала на английском говорить там вот эти слова-триггеры, там про собак, про кошечек, там так далее, так далее. Те вещи, которые, в принципе, я употребляла в разговоре, она, маленькая девочка, это вот подходила и это все говорила. Ну, это просто, конечно, понимать, я терпление имею очень железное, золотое, но, как бы, есть ему предел. Вот, что еще рассказать по поводу программы. По поводу программы, значит, ну, в принципе, воздействие, вот в Москве я засекла, воздействие идет каждые, то есть звуковые, то есть провокационные, каждые пять-десять минут идет воздействие. Я начала, вот провела такой эксперимент, я взяла блокнот и начала записывать каждое воздействие. Каждый газлайтинг, каждые вот эти вот провокации на негатив, каждые пять-пятнадцать минут шло воздействие на меня, при том, что в негативном ключе, то есть меня погружает очень негативную, ну, просто негативную-негативную такую ситуацию. Вот такой, вот таким вещами занимается зомби-команда, только у меня интересный вопрос. Кто-то меня заказал убить, таким образом поместить в психбольницу, либо это медицинские, значит, эксперименты, либо это какая-то секта людей, можно сказать. А, вспомнила в Америке этот парень, который Тарас Новиков, который явно так участвовал в сталкинге, издевательстве, газлайтинге. Он взял печать, поставил мне на руку печать масонов. Не знаю, может быть, это просто сталкинг, либо это какие-то вот эти организации, там какие-то с каким-то мировоззрением, да, вот эти секты. Ну, также могу сказать, что... Ну, точно могу сказать, что это финансируется и достаточно хорошо, потому что участвует большое количество людей, они в этом заинтересованы, они... Ну, кто будет без заинтересованности ходить, переследовать? Проект достаточно большой, да. И все рассчитано на то, что вот этот газлайтинг, что человек, когда обратится к людям, люди ему не поверят, скажут, да кому ты нужен? С ума сходишь? В этом вся суть газлайтинга. Проект достаточно большой, потому что и участвуют и вертолетные шоу. Ну, вот как их друзья из Гонконга говорят, то есть они нагло, нагло сидели, те люди, которыми я общалась 7 лет, дружили, все замечательно было. Как началась открытая фаза, они нагло передо мной сидели и разговаривали про мою жизнь. Ну, то есть это вообще было беспощадно, конечно. Беспощадное, беспощадное просто вот такое моральное, то есть гнобежка, то есть, ну, вы понимаете, что если брать по психике, морально вот это предательство, издевательство, это будет сказаться на здоровье, но еще при этом к этому подключить облучение. Вот такими вещами занимаются у нас команды, я не знаю, это армия, нелегальные эксперименты, либо это у нас какие-то клоуны, сектанты, которые этим занимаются, либо какие-то колдуны, секты, я не знаю, кто этим занимается, но вариации всевозможные. Скорее всего, была создана программа, которую подписали многие страны, и эта программа благополучно реализуется, судя по тому, что в каждой стране это протекает, поэтому во всех этих странах эта программа реализуется. Вот, только это вопрос устранения людей, которые попали в черный список, либо это идет уже геноцид, и как первый виток начало войны. И я думаю, что в принципе сейчас имеется интернет, я могу рассказать об этом, про травлю и про эту программу зомбирования, но раньше же не было интернета, какое количество людей попало в психбольницу, какое количество людей самоубийством было убито, и просто это, конечно, колоссально. Оружие, которое применяется, оно засекречено, то есть не летательное оружие. Подтверждить это очень сложно, потому что, в принципе, ощущения есть, но они делают точно, вот у меня есть ощущение, да, там, то вибрации там какой-то, да, вот они там делают мне на ноги это, да, у меня есть это ощущение, но другой человек ничего не чувствует, он скажет, да, а ты чего? Вот, поэтому в принципе все рассчитанное, эта группировка все рассчитала так, чтобы в отношении человека можно было безбожно издеваться. Знаете, можно даже сказать, что это торговля людьми, потому что, по сути, людьми, над которыми издевается, их достаточно большое количество людей, я общалась с людьми из разных стран, говорят они, в принципе, все одна и та же. Программа у этих людей, которые занимаются зомбированием, плюс-минус одна и та же. Ну, единственное, там, разница в том, что у некоторых происходит сталкинг, у других не происходит сталкинг. Ну, вот у меня происходит сталкинг, инвалиды, уборщики, куда бы я ни пришла, какой бы я стране ни пришла, вокруг меня бегают уборщики. В отеле, в квартире, выхожу на улицу в Москве, подметаются сразу уборщики, инвалиды, сейчас они начали не на инвалидных колясках ходить, а с костылем. Вот. А с костылем, значит, начали ходить. Что еще? Ну, то есть это идет какая-то программа, и люди, которые этим занимаются, травлей, издевательством, колоссальным издевательством, они во что-то такое верят, что им все дозволено, и то, что они, наверное, это делают, потому что думают, что это будет безнаказанно. Просто я видела их лица, и в этих лицах было написано превосходство, то, что они могут издеваться, они могут контролировать, и при этом им за это ничто не будет. То есть я видела ехидство, улыбку и просходство в их глазах. Это, конечно, печально, то, что такое оружие и вообще, в принципе, такая машина громадная, этих всех зомби-команды можно назвать просто машиной-убийцами. То количество людей, которыми они испортили жизнь, покалечили, и, в принципе, то количество, которое прозомбировано людей на данный момент, и те люди, которые находятся в закрытой фазе. Я нахожусь в открытой фазе, я понимаю, что происходит. А многое количество людей не понимают, что происходит, они просто спят, и их бы, конечно, не разбудили. Лучше бы, конечно, не будили. Потому что, когда ты понимаешь, что за тобой ходят и зомбируют, это, конечно, это, знаете, это равносильно, что делать на живую операцию. Ты это все видишь, ты осознаешь. Но это просто насилие. Насилие физическое, моральное и всяческие издевательства. Такое ощущение, что вот прям фильм «Голодные игры». «Бегите, мы по вам будем стрелять. Кто выживет, тот и будет жить». Ну, либо сделаем коллегой. Вот такие вещи происходят в 21 веке. Казалось бы, уже столько в нашей истории было войн, геноцидов. Но люди ничему не учатся. Они продолжают убивать. И сейчас это, конечно, феноменально. Но я не знаю, как долго это, конечно, организация существует и, в принципе, как давно они промышляют устранением людей тех, которые им не нравятся, и возвышением тех людей, которые им нравятся. Эта организация также, как устранением тех людей, которые им не нравятся в отношении, как меня они делают, они могут также и, наоборот, человека сделать из него какую-то представительную там должность, либо известным политиком. Они просто его могут вести, либо там певечкой, певцом, да. Они все это могут сделать. А вот такие вот жестокие игры, вот такими жестокими играми занимаются люди. Количество людей, даже людьми их назвать твари просто. Твари, которые позволяют себе проводить такие жесточайшие вещи. фашизм, чистой воды фашизм. Людей потерпевших достаточно много. Скрывать это уже просто невозможно. Правоохранительные органы молчат, умолчивают. Как говорила, то есть... Ну, конечно же, выгоды они имеют с этого всего достаточно много, да. Также тут же идет и торговля людьми, и медицинские эксперименты, и шоу. Просто нужны люди, на которых вот такие вот целевые лица, над которыми делаются большие деньги. Каза и отпущение, как в принципе всегда. люди, которых убивают, убивают, в принципе... Мне кажется, в принципе, у меня вырисовалась такая картина, что люди, у которых есть деньги, правившие, ну, там, верхушки, да, там, бизнесмены, правители, которые там, либо армия, ну, те, кто имеет власть, деньги, они просто дали большое количество денег и выделили большое количество денег, чтобы простые люди, вот такие работники сабы или там эти, занимались травлей себе подобных простым людям, которые, в принципе... И тем самым эти богачи, они не запачкали ни свои руки, ничего, они еще посмотрят, как народ сам себя убивает. Вот таким образом. Ну, то есть, я понимаю, если бы в этой травле участвовали какие-то люди с высшим интеллектом, либо, я не знаю, но то, что я вижу, они по большей степени просто деграданты. Они деграданты и самые обычные люди, и, как сказать... Ну, мне просто... Просто смешно, конечно. Мне просто до сих пор не могу понять, какое такое количество в этом участвует. Ну, вот кто-то говорит, что это якобы люди... Это все сценарий, который происходит, это происходит неосознанно. То есть, людьми управляют посредством компьютера и искусственного интеллекта. То есть, когда я вижу, на улице идет инвалид, типа, ему дали сигнал, и он пошел. Это он сделал неосознанно. Типа, нет никакой группировки, просто люди управляются компьютером либо программой какой-то. Во что я очень слабо верю. Я вижу, когда я смотрю в этих людей, которые занимаются этим. Говорят, хромая собака либо собака там ассоциативно с хихидином. Я вижу, что у них есть в глазах... Когда они видят... Я смотрю им в глаза, я вижу, что они делают это с умыслом. У них есть умысл злой. Умысл причинить вред, провокацию, навредить человеку. Вообще такое ощущение, что черти из преисподней просто выползли. Столько гадостей у человека. Я просто... Феноменально. То есть... Агенты... Они, наверное, себя считают агентами-провокаторами. Вот это вот... Зомби-команды. Ну, ясно, что они считают себя великолепными и классными, чтобы... Надо же как-то себя оправдать, когда убиваешь человека. Вот такими вещами, вот такими жесткими играми занимаются люди. На данный момент пытаются меня сделать инвалидом. Социально, как я понимаю, сделать уборщицу или еще что-то такое из этого разряда. Ну, и всячески вставляют... Создают проблемы во всем. В жизни входят люди, которые подосланные. Первоначально входят с улыбкой, все хорошо, а потом уже начинается травля, когда они вошли в дружбу, в дружеские эти, там сливается информация. Там, как я общалась с людьми в Камбодже, потом выяснилось, одна из них проговорилась, что ее заставляли все записывать на видеокамеру, на диктофон. То, что я скажу, заставляли записывать на диктофон. Вот доходил от таких моментов. Поэтому они, скорее всего, ведут слежку. Прослеживается все. Восстанавливаются везде жучки. Вот это вот все прослеживается. Вторжение в жизнь очень колоссальное. И при этом все это делается потихую, под газлайтинг, чтобы человеку, который подвергается насилию и таким колоссальным правонарушением, травле и газлайтингу, никто не поверил. А, вот новые вещи о программе. Также очень немаловажные вещи. Я заметила такую тенденцию, куда бы я ни приехала, в какую страну, если там, допустим, я останавливаюсь в Париже, в десятом районе, то в сталкинге участвует афро-французы. Я приезжаю из десятого района в Париже, в другой район, и там уже участвуют европейцы. То есть у них вся эта группировка поделена на какие-то части. То есть я так понимаю, что если ты приедешь в одну часть, там будет одна группировка мафия задействована, одна организация, у них там поделено все, клан этот. Клан, вот как этот мальчик, который участвовал в сталкинге, поставил мне печать, печать мне масонскую, на которой было написано «Траст, раст», «Тарас, поверьте». Масоны, секта, армия, либо просто преступные преступники, которые занимаются вот такими вещами, которые занимаются торговлей людьми, находят людей и проводят вот такие шоу, шоу-реалити, дают человеку возможность поиздеваться, погнобить человека. Садистов много. И желающих погнобить очень много. Вот. Ну, в принципе, вот такие вещи я хотела бы рассказать о данном зомбировании, которое проходит полтора года. Вот. Вопрос это зомбирование, либо это, в принципе, идет геноцид людей, людей убивают. Как долго это длится? Вопрос тоже хороший. Сколько лет они убивают людей? Какое количество они убили? До чего довели их программы? Кого-то убили, кого-то, наоборот, сделали каким-то высокопоставленным человеком. Вот. Ну, во всяком случае, это преступление, его нужно у нас расследовать и прекращать все это дело. Поэтому я вот делаю это видео, чтобы то, что происходит, не оставалось не бесследно. Я это записываю в видео. Не знаю, чем это все закончится. Но я буду делать эти видео, буду рассказывать о программе, которая ведется, насколько они нагло заходят и насколько далеко они зайдут. Ну, в принципе, на этом все. они в детстве на канале, я буду делать это видео. Продолжение следует...